начался доброго дня сегодня суббота большая часть дрыхнет поэтому можно считать наше заявление одновременно побудкой подайте сигнал насколько слышно там хорошо если слышно нормально напишите там вот так или что-нибудь нормально пока двое говорят нормально друзья сегодня утром практически все средства массовой информации начали разгонять историю о том что михаил саакашвили якобы собирается договариваться с порошенко там приводятся прямые фразы что михаил саакашвили не обвиняет порошенко спецпрации с ворогом он считает что мы должны находиться на одной стороне и говорить с ним о том чтобы не растаскивать краину дальше он сказал о том что необходимо выгонять олигархов демонтировать собачью будку мы прочитали и посмотрели заявление михаила саакашвили особой зрады там немая сейчас речь не о нем он политик он говорит дипломатическими выражениями и принципе у нас нет сомнений что он дальше своих людей те кто ему верит обманывать не будет и будет добиваться для украины добра мы хотим сказать за себя порадовались с хлопцами девчатами которые в этом местечку здесь с 17 октября отбивают атаки спецпризначенцев которые прошли войну прошли майдан наше мнение не про заявление о саакашвили это больше раздутая тема там особо еще раз повторяю ничего крамольного нет об нашем отношении до порошенко первое мы обвиняем его в спецпраце с ворогом чему 2004 2005 2006 рик у них была вся влада вместе с ющенком и луценком и что случилось развалили страну привели к власти януковичу никаких реформ не привели развалили армию народ дал им владу 2014 году нету наказанных воров времен януковича нету наказанных воров нынешних кто разворот армию кто разворот экономику все котлы и военные поражения прошли бесследно и без всякого наказания для генералов которые под защитой порошенко даже под суд не пошли мы видим в тюрьмах добровольцев мы видим сепаратистов и российских наемников которых меняют отпускают те кто сдавал донбасс не осуживают мы видим бывших российских террористов например тот же голубан который порошенком лично награждаются за репрессии против добровольцев мы видим торговлю с ворогом мы видим минские соглашения которые обессиливают нашу страну мы видим что нашим побратимам на фронте запрещают защищать украину защищает запрещают идти в наступ мы видим издевающегося и смеющегося над украиной медведчука ахметова и прочих мразей мы не считаем что порошенко нет сотрудничать с ворогом он сотрудничает с ним и его роль в будущем украинским следствам украинским судом будет определена единые переговоры которые могут здесь идти это переговоры о сотрудничестве со следствием но мы не имеем права их вести мы не с Rice это в будущем что получить меньший срок esse если и пойдет ему на какие-то поблажки если он расскажет все честно и возможно между 20 лет получишь 15 другие переговоры которые могут идти это публичные заявления с нашей стороны о том, что если с нашими побратимами в тюрьме, Анатолием Виногродским, Леонидом Литвиненко, Александром Новиковым, что-то случится, то мирные возможности для того, чтобы спокойно ответить в комфортабельных условиях украинской тюрьмы перед обществом, будут для Каноненко, Порошенко, Гилитея, Таинших, закрыты. И будет просто кровь за кровь. Поэтому, если он хочет нормального развития событий в стране, он должен остановиться с политическими репрессиями. Это единственные переговоры, которые мы можем вести. Я лично, как народный депутат, и мои хлопцы, и девчата, с которыми мы здесь находимся, три года пытались достучаться до этого человека. Он не договороспособен. Он обманывает людей. С ним невозможно и не нужно о чем-то разговаривать. Другое дело, что вопрос поднят и Михаилом Саакашвили, о единстве страны, он действительно правильный. Так вот, договариваться о том, чтобы страна во время войны сохранилась, чтобы они растащили по частям, нужно не с Порошенком и не с теми, кто ее разворовывает, а с украинским народом. Мы должны помочь сейчас и вместе организовать суспильство, для того, чтобы мы могли спокойно, вместе с теми патриотическими офицерами в СБУ, правоохранительных органов, в армии, в случае, если при лечении к ответственности воров и предателей будет с потрясениями, сделать все, чтобы они были максимально спокойными, сохранить мир и спокойствие. Это можно сделать, не договариваясь с оригархами, это уже было, а только вместе объединившись. Поэтому мы хотим сказать, что мы договариваться ни с кем не будем, с врагами Украины тем более. Мы хотим сказать, что мы будем бороться за то, чтобы в этой стране, в нашей стране был закон, справедливость и то, что требовал Майдан до победы. И третье, мы всех ждем завтра в 12 часов воскресенья на парке Шевченко, Тараса Шевченко, и вместе с обычными гражданами Украины, беспартийными, вместе с прихильниками ризных партий, которые приходят с национальными пропорами, вместе с добровольцами, вместе с волонтерами. Политикам пусть занимаются политикой, а те, кто прошел войну, те, кто помнит, ради чего стоял Майдан, никаких переговоров сцены с преступниками быть не должно. Только объединившись, украинский народ может спокойно забеспечить порядок в стране. Ни Запад, ни Восток, ни олигархи, только мы все вместе. Слава Украине! Олигархи слава!